С 1 января вступает в силу новый закон о такси, который призван навести порядок на рынке частных перевозок. Самое главное, у таксиста должна быть лицензия. И даже несмотря на то, что до 2013 года этот документ можно получить бесплатно, менять привычный режим работы таксисты не спешат. Продолжит Павел Чумаков. За рулем своей «Волги» Альберт Шакиров уже не первый год возит пассажиров. В свободное от основной работы время он подрабатывает таксистам. О том, что с 1 января в силу вступает новый закон, знает. Однако получить лицензию, чтобы заниматься частными перевозками на законном основании, категорически отказывается. Лицензию брать не буду, оформлять индивидуального предпринимателя не буду. Они в каких-то случаях упорядочат, а в каких-то случаях просто люди останутся без куска хлеба. Директор компании перевозчика Александр Мишагин коллег поддерживает. Из 30 автомобилей, которые находятся в его автопарке, только один водитель получил лицензию. В итоге весь бизнес под угрозой. Но перевозчик еще и пугает, что это отразится на пассажирах. Как люди будут добираться в аэропорт, на вокзал с города Березовского, я не знаю. Это первое. А второе, что цены взлетят на такси в нашем городе, будет однозначно. Впрочем, сами клиенты таких транспортных фирм, напротив, настроены менее пессимистично. Считают, что с введением лицензирования частных перевозок улучшится качество и повысится безопасность. А это даже при небольшом подорожании солидный плюс. Страшно ездить с ними. Лихачат. По телефону без остановки разговаривают. За рулем. Все-таки нравится. Ситуация лучше платить больше, но безопасность важнее. Денег не жалко будет. Если очень важная поездка будет куда-то. То есть вы в принципе за безопасность? Да, я за безопасность. Я думаю, что это хорошо. Почему нет? Зачем тогда перевозить пассажиров, если нет лицензии, нужно оформляться? Согласно новому закону, у каждого таксиста должна быть лицензия, а на автомобиле установлена специальная шашка или соответствующая цветовая раскраска. Кроме того, каждому пассажиру впредь будут обязаны выдавать чек и ликвитанцию, где указана стоимость поездки. Перевозчики, чьи автомобили не будут соответствовать этим требованиям, окажутся вне закона. Здесь ответственность на граждан составит 2500 рублей. На должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, 20 тысяч рублей. На юридических лиц 500 тысяч рублей. На водителей легковых такси в размере 5000 рублей за данные правонарушения. При этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию. По словам самих таксистов, такие требования не устраивают большую часть перевозчиков. А это значит, что с 1 января несогласные станут нелегалами. И здесь уже выбор пассажира. Садиться в легальное такси или ловить частника на дороге. Павел Чумаков, Радик Аскаров. События ОТВ.